Девушки отдыхают Детский детектив Очень не страшный детектив Тайна волшебной палочки Ольга Свободина пишет детские сказки Не только для своего ребенка Но и для всех желающих детей и их родителей Например, на Новый год или день рождения Вспоминает, первый детский рассказ придумала для племянницы Сделала ее главной героиней А вместо иллюстрации использовала фотографии девочки И оформила настоящую книгу Ребенок радовался, ведь не так часто удается прочитать сказку Где в центре внимания ты сам С рождением ребенка У меня как-то вот заново вот это вот все Восполнилось Вот эта вот любовь к книгам К сказкам До сих пор я верю в то, что Дед Мороз существует И я хочу эту веру И подарить детям То есть у меня еще такая задача Своя Я ее сама себе поставила Чтобы с помощью этих книг Ребенок Ну, как можно дольше вот оставался Пребывал вот в этом сказочном мире Если любишь детей, писать сказки несложно, уверяет Оля Она даже специально онкету придумала Мама или папа отвечают на вопросы о характере ребенка Его увлечениях и любимых сказочных героях Если я не знакома, да, с увлечением ребенка Мне приходится смотреть эти фильмы Смотреть эти фильмы Изучать досконально всех персонажей сказочных Сказочница Оля уверена Написать сказку для собственного ребенка Может каждый родитель, если найдет время Отталкивайтесь от особенностей малыша Делайте героями его любимые игрушки Или даже пытайтесь при помощи сказки Избавить чада от страхов Сделайте монстра, которого боится малыш В сказке добрым и милым И, конечно, не забывайте про возраст ребенка Это герой, который безумно популярен у детей Вот этот вот монстр С желтыми глазами, бородавками, носу и всем прочим Дети его просто обожают И когда они читают историю про Груффало Они прям очень сильно радуются Добрый монстр Груффало покорил сердце ни одного малыша Он живет в лесу и защищает маленьких животных От больших И всегда делает только хорошие дела Специалисты книжных дел советуют Порой лучше приходить за новой сказкой вместе с ребенком Даже самый маленький может выбрать понравившегося героя Это дети от возраста, начиная с нуля И до самой школы То есть это сначала сказки, которые им читают родители А потом впоследствии они вырастают И уже перечитывают любимые книжки сами Так что прямо очень востребовано это у детей Иногда дети сами приходят, выбирают книжки Да, просто листают, им нравятся картинки На иллюстрации тоже обращайте внимание Есть книги, где картинки выполняют роль интерактивной игры Можно рассматривать мелкие детали Искать главного героя Или изучать новые цвета с ребенком Помните, от качества сказки Зависит и сказочность детства вашего малыша Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова